МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Городские встречи. Сегодня у нас в гостях Михаил Челебаев, победитель первой лиги чемпионата Рязанской области по шахматам, и Николай Горшков, его тренер. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, как проходил чемпионат? Чемпионат проходил в благоприятной обстановке, он проходил в политехническом университете. В чемпионате играли жители Рязани и Рязанской области. Всего в чемпионате участвовало 65 игроков. Сложно далась победа? Победа далась довольно сложно. У меня было очень много конкурентов, но в результате очень упорной борьбы мне удалось занять первое место. Было несколько номинаций. Я вижу, у вас много наград. Расскажите об этом. Была общая номинация среди всех мужчин. Там я занял первое место, так как я абсолютный чемпион. Также мне дали приз за лучший результат среди детей до 18 лет. Расскажите, как проходила каждая ваша партия на чемпионате? В первых трех турах мне дали соперников, уступающих мне по рейтингу. Мне нужно было просто спокойно сесть и обыграть их. Мне удалось выполнить эту задачу. В четвертом туре мне уже дали одного из моих конкурентов, Головинского Александра. В упорной борьбе мне удалось победить. Далее мне попался рейтинг фаворит турнира, международный мастер Владимир Сиповой. Мне удалось с ним сделать ничью. Далее я играл со своим другом, товарищем. Это Егор Голищук. Он также, как и я, кандидат в мастера спорта. Но мы разошлись с миром. Оставалось три решающие партии. С Мадорским Феликсом, это ветеран. Очень была с ним сложная борьба, но мне повезло, я выиграл. Дальше это был Чебалкин Евгений, студент. Мне удалось обмануть его немножечко на тактике. Ну и последняя самая решающая партия. Я был лидером. Но два игрока преследовали меня и оставили всего лишь на плачке. То есть мне только победа нужна была, иначе я не попадал в призы. Но я получил не очень хорошую позицию по дебюту. Но потом я как-то раскрутился. Удалось переходить инициативу. И я одержал победу. Волновались за воспитанника? Ну конечно волновались. Переживали. Особенно в последней партии. Он играл также с моим учеником Арсеном Антоном. Но юноша уже сейчас учится в радиоинституте. И вы знаете, у нас такая игра в шахматах, что вот можно 8 туров идти в лидерах. Замечательно. Последнюю партию проиграть и не попасть в призер. Так вот это такая была встреча. Миша нельзя было проиграть. Если он проиграл, то он мог бы вообще не оказаться в призер. Но Миша молодец. Он выдержал вот это психологическое давление. Черным цветом играл и сумел победить. И стал абсолютным чемпионом. Расскажите о наградах, которые с собой принесли. Я принес с собой мои последние награды. Вот можно видеть золотые медали. Я являюсь трехкратным чемпионом города по классическим шахматам среди детей. Также я неоднократно занимал призовые места на первенстве области по шахматам. Ну тут можно медали, кубки, грамоты. Скажите, а откуда такая страсть к шахматам? Ну шахматы я начал заниматься со второго класса. Меня привлекло в этой игре. Разливают усидчивость, внимание, память. Ну и вообще, когда я начал играть в шахматы, эта игра вызвала у меня большую зависимость. И сейчас я не могу провести ни дня без шахмата. Ну я так понимаю, вы тренируетесь даже по скайпу? Да, у меня есть второй мой тренер, Мазалев Сергей Викторович. С ним я занимаюсь по скайпу два раза в неделю. Михаил, скажите, а помимо шахмата, чем вы еще занимаетесь? Я увлекаюсь английским, хожу к репетитору и выбрал его сдавать в качестве экзамена в этом году. Также один из моих интересов это программирование. Я хожу в городскую школу программирования, которая проходит в радиоуниверситете. Ну это довольно интересное занятие. Мы работаем на компьютерах, выполняем разные задания. Ну и там очень общительный коллектив. Мне там нравится. Но все-таки хотите, чтобы карьера шла шахматом? Я вообще еще думаю, может быть, я буду поступать куда-то в Москву. Но если не получится, то буду удивлять основное время в жизни шахматом. Если вы хотите сделать карьеру в шахматном спорте или просто научиться хорошо играть, что для этого нужно? Для этого надо иметь, прежде всего, способности шахматные. Второе – трудолюбие. Ну и третье – характер и силу воли. Нужно, конечно, изучить правила шахмата игры. Нужно в первую очередь овладеть тактикой. А после того, как овладеешь тактикой, надо потихонечку одевать уже позиционными навыками игры. Потому что шахматы в основном – это позиционная игра. Мы накапливаем позиционные преимущества во время партии, а потом, чтобы реализовать позиционные преимущества, надо, как говорится, владеть тактикой. То есть тактика – это есть способ реализации позиционного преимущества. А какие еще есть нюансы в тренировках? Тренировочный процесс у нас состоит по плану. То есть у нас есть планы с каждым ребенком, и этот план выполняется от начала до конца. Но я так понимаю, вы там решаете даже задачи? Он состоит из многих вещей. Тут и изучение дебюта, тут и тактические моменты, дальше – разыгрывание позиций определенного типа. Ну, соответственно, индивидуальная работа с ребенком. А сколько ребят вы сейчас тренируете? Ну, много ребят тренирую. У меня есть группа начинающих. Во-первых, я хочу сказать, что основная моя работа находится в 75-й школе. Там мне протоставлено замечательное условие. В общем, эта школа, вы знаете, у нас новая. И вообще школа, можно сказать, шахматная. Там и в первом классе шахматы ведутся. Во всех классах. Вот дальше. То есть у меня там начальная группа, у меня там средняя группа и старшая группа. А самым маленьким вашим воспитанникам сколько лет? Первый класс. Первый, второй класс. Более маленькими не занимались никогда? Ну, занимаемся, но сейчас немножко на связи с возрастом перестал. А так с 5-6 лет. То есть ребенка нужно отдавать в шахматы с 5-6 лет? Да, с 5-6 лет. Каким соревнованиям готовитесь дальше? В апреле у меня будет чемпионат России по шахматам. Оно будет происходить в поселке Луо, Краснодарский край. Ну, это один из самых главных турниров вообще за всю мою шахматную жизнь. И к нему я очень упорно готовлюсь. Что касается моей подготовки, то прежде всего нельзя готовиться к партии без компьютера. Обязательно нужна шахматная программа. Вы можете в ней усиливать дебют, изучать его. Также очень важно решать тактические и позиционные задачи. Они повышают ваш шахматный уровень. А вообще мечтаете дальше как, чтобы ваша карьера складывалась? Ну, как минимум я мечтаю стать гроссмейстером. И на постоянной основе играть во всяких элитных соревнованиях. Расскажите об успехах своих воспитанников. Ну, кроме Миши, который отлично начал Новый год, став абсолютным чемпионом первой лиги мужского первенства. У нас много ребят, которые достигли хороших успехов. Ну, например, вся Рязанская область знает Лепильный Лью. Спортсмена-навалида, который является сильнейшим в мире, в своем, среди юниоров. Дальше Чуплин Ваня, который на проходящем в октябре месяце чемпионате области по шахматам высшая лига стал серебряным призером. Между прочим, там же Лепильный Илья стал бронзовым призером. Миша тоже был среди сильнейших. Он занял шестое место. Также у меня растет один мальчик, который в 75-й школе учится во втором классе, Белинский Никита. Значит, мы с ним ездили в августе месяце на чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу в Минск. И в возрасте до 8 лет парапиду стали пятыми в мире. Мы вас поздравляем. А вы давно тренируете ребят? Почти 40 лет. А что главное уделяете в тренировках? Ну, главное в тренировках – это научить ребенка самостоятельно работать. Если самостоятельно ребенок не научится работать, мы можем с ним заниматься хоть 12 часов в день. Ничего не выйдет. Вот это самое главное. А за время того, как вы играете в шахматы, были ли какие-то интересные, может быть, смешные ситуации? Да, была одна такая ситуация. Ну, это был блиц-чемпионат. Блиц-чемпионат – это очень быстрый шахмат. Соперингам дается всего 3 минуты. И обычно они проходят, в отличие от других соревнований, все туры в один день. И вот мы с друзьями общались, и выяснилось, что уже идет тур. И мы с моим другом перепутали доски, начали уже играть, а потом выяснилось, что у нас совсем другие соперники были. Ну, все обошлось, мы просто переиграли свою партию уже с другими соперниками. Но было очень забавно, и мы это до сих пор вспоминаем. А в тот момент кто победил? Я точно не помню, но, по-моему, я сыграл в ничью. Как сыграл мой друг, я уже не помню. А есть ли какие-то талисманы или приметы? Ну, у меня есть счастливая футболка. Я купил ее, когда был на первенстве России 2019 года. Обычно, когда я надеваю эту футболку, я не знаю, это, наверное, случайно получается, но обычно она мне приносит какие-то победы. А о чем вы мечтаете? Чего ждете от своих воспитанников? Ну, у нас мечта одна, чтобы наши дети, прежде всего, в жизни выходили уверенными в себе людьми, и шахматы им помогали. Ну, даже если он не будет, допустим, кандидатом-мастератом или международным матером, или вот как Миша хочет, уже гроссмейстером, это будет замечательно просто. То уже то, что... В общем, шахматы, если даже он не будет гроссмейстером и международным матером, они ему в жизни очень сильно помогают. Значит, у меня, к сожалению, ученики, у меня ученики, как правило, если не шахматисты, то хорошие бизнесмены, и они хорошо устроены в жизни. Спасибо. И на этом наша программа подошла к концу. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok